Привет, друзья! Меня зовут Дима Семенищев, и это мой канал Сектор Джаза. Несмотря на то, что сейчас новогодние праздники, но я решил все-таки активно вернуться в нормальную жизнь. И сегодня мы поговорим о сложных размерах. Надеюсь, что к концу этого выпуска все из вас поймут, что играть и мыслить в сложных размерах совсем-совсем не сложно. Прежде чем идти к размерам сложным, начнем с размеров простых. Их базово, я считаю, все-таки два. Это размер 4 четверти и размер 3 четверти, то есть четырехдольный и трехдольный. Конечно же, вы можете поспорить и сказать, что существует еще размер 2 четверти, но все-таки он встречается либо в музыке народной, либо в маршах. Либо он очень часто встречается в музыке советских композиторов. А ты, кстати, знаешь, почему некоторые советские композиторы нотировали часто в размере 2 четверти и довольно крупными длительностями? Ну, это такая простая логическая штука. Композитор получал гонорар, исходя из количества написанных тактов. И, соответственно, у тебя мелкий размер, крупные длительности, значит тактов будет больше, значит ты получишь больше денег. В общем-то, все довольно-таки просто. Возвращаемся к сложным размерам и начнем с размера 5 четвертей. К нему надо относиться как к варианту трехдольного размера, в котором обрезан каждый четный такт. То есть мы должны 5 четвертей разбить на 3 четверти и 2 четверти. Самые яркие, известные примеры этого размера это Take 5. И нетленка из рок-оперы Иисус Христос Суперзвезда. Так как размер 5 четвертей максимально близок к размеру 3 четверти, то мы попробуем с вами превратить известный джаз-вальс «Someday My Prince Will Come» в вальс на 5 четвертей. И сначала мы сыграем его на 3 четверти. Вот так он звучит. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь сыграем его на 5 четвертей. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь сыграем его на 5 четвертей. такт и тем самым мы стали играть и существовать в размере 5 четвертей а теперь пойдем к размеру 7 четвертей используя ту же самую логику мы понимаем что размер 7 четверти является укороченным вариантом размера 4 четверти и чаще всего выставить такую группировку как 4 плюс 3 и теперь попробуем провернуть тот же самый трюк но сделать это на основе новогодней все же все-таки новый год на основе новогодней песни в лесу родилась елочка сначала сыграем ее в размере 4 четверти а а а А теперь сыграем на 7. Да, все то же самое, мы укорачиваем вторую часть такта, и у нас получается размер 7 четвертей. А теперь давайте поговорим о том, как ту же самую песню, четырехдольную, превратить в пятидольную. Для этого сначала мы превращаем ее в вальс. И это звучит вот так. А теперь в этом вальсе сжимаем каждый второй такт, и получаем в лесу радиоселочка на 5 четвертей. Субтитры подогнал «Симон» Для тех, кто досмотрел до этого момента и задается вопросом, Дим, а зачем мне вообще играть что-то в сложных размерах? Игра в сложных размерах очень у нас развивает. Как только вы начнете заниматься импровизацией, например, даже используя опыт из этого урока, но играть то же самое в других размерах, это сильно увеличит ваши возможности. Вы будете свободнее относиться к фразировке и в простых размерах, и в сложных. Вы будете совсем по-другому мыслить, и ваше ощущение времени станет более свободным. Это очень важно для любого джорзового музыканта. А что это вам даст, если вы аранжировщик? Как только вы начнете слышать, пробовать что-то создавать в сложных размерах, вам начнут приходить идеи в сложных размерах. И это самое лучшее, что происходит, потому что эти идеи уже приходят к вам естественно. Вы не пишете аранжировку с целью, а я сейчас сделаю какой-то сложный размер, что никто не поймет. Нет, для вас вдруг какие-то вещи, какие-то идеи будут приходить абсолютно спонтанно, и вы будете понимать, о, так я же пою это на 5, или я пою это на 7, или я пою это на 11, на 15, неважно. Как только эти идеи будут к вам приходить, естественно, так же естественно будут звучать и ваши аранжировки, и ваши авторские композиции. А теперь поговорим о том, что вас ждет на моем канале ближайший месяц. Ближайший месяц я объявляю месяцем группы The Beatles, и в течение этого месяца я буду выкладывать концертное видео квартета Аллы Торовской с программой Beatles in Jazz. Я являюсь основным аранжировщиком этой программы, и на следующий день после каждого концертного видео будет выходить выпуск Сектора Джаза, где я буду разбирать данную конкретную аранжировку. То есть я буду рассказывать о всех своих аранжировочных идеях, о тех, которыми я доволен, о тех, которыми я недоволен, о том, как вообще ко мне приходит понимание того, что мне нужно сделать с композицией. И, конечно же, перед каждым этим видео я вам рекомендую посмотреть и концертное видео, и послушать песню группы The Beatles, на которую я сделал аранжировку. И тогда все эти выпуски будут для вас максимально интересны. И второе. В интервью с Настей Лютовой мы очень много говорили о том, как должен музыкант себя вести в соцсетях. Что для него соцсети и как с ними жить. Я очень боюсь сказать эту нелепую блогерскую фразу, но тем не менее, меня, правда, очень часто спрашивают про то, как я веду свои соцсети, как я веду группу ВКонтакте своего квартета, как я веду свой Инстаграм, есть ли у меня контент-план, продумываю ли я посты и так далее, и так далее. И я предлагаю раз и навсегда разобраться, знаю ли я что-то секретное про соцсети, могу ли я помочь чем-то вам дать какой-то дельный совет, как вести себя в той или иной соцсети, или же нет. Для этого давайте встретимся 12 января в 8 часов вечера и пообщаемся на моем YouTube-канале. Я вас буду ждать. До встречи, если вам понравилось это видео, вы находите его полезным. Пожалуйста, расскажите друзьям или хотя бы поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Это правда очень важно. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok